Здравствуйте! В Государственном художественном музее Алтайского края открывается выставка «Жизнь во имя искусства». Она посвящена памяти одного из первых на Алтае профессиональных искусствоведов Ларисы Иосифовны Снитко. Об этом замечательном человеке мы поговорим с куратором выставки, заместителем директора музея Натальей Степановной Царевой. Здравствуйте, Наталья Степановна! Действительно, давайте расскажем об этом удивительном, уникальном человеке. Когда, в какое время она жила, и какова ее роль в формировании фондов художественного музея? В этом году Ларисе Иосифовне исполнилось бы 90 лет, и мы очень хотели отметить ее юбилей. Обычно мы отмечаем практически все время ее круглые даты, со дня ее такой вот кончины трагической, но впервые мы сделали художественную выставку. И когда мы задумывали сделать эту выставку, мы еще не думали, что это будет за выставка, как она будет выглядеть. И вот теперь, когда выставка готова, когда она уже открылась и принимает зрителей, оказалось, что мы смогли завесить весь наш музей, все наши залы, коридоры и фойе работами, которыми имела отношение Лариса Иосифовна Снитко. И это все виды искусства. Это живопись, это графика, это скульптура, это декоративно-прикладное и народное искусство. И удивительно, как вот за 16 лет работы в музее Лариса Иосифовна столько сумела сделать. Немножко давайте поясним, а в чем заключалась ее работа, чтобы наши телезрители поняли вас, да, что она принимала участие в закупках картин, да, либо она ездила, может, по краю, там искала каких-то народных мастеров, может быть, которые тоже передавали свои работы. Вот и то, и то, и то. Потому что на самом деле работа музейного сотрудника, она включает в себя очень много аспектов. Поскольку Лариса Иосифовна начала работать в первые годы, когда только музей вставал на ноги, когда все только в музее было впервые, когда в музее создавались только еще отделы, когда музей определял свое направление, что будет в музее за коллекция, какие мы произведения будем комплектовать. И вот Лариса Иосифовна как раз была вот тем, вот, наверное, генератором, который определял, что у нас должно быть русское искусство в коллекции, должно быть советское современное искусство из центральных городов. Поскольку Барнаул — это сибирский город, то есть сибирское искусство должно быть представлено. И, конечно же, наши алтайские художники. Ну а как же обойтись без народных мастеров, народных умельцев, которые живут в селах нашего края? Ведь великолепные полотенца, великолепная вот вышивка, великолепные пояса, старинные костюмы, сарафаны. Все это ведь хранилось и хранится, наверное, еще сейчас у бабушки где-то в сундуках. И, конечно же, всему это место в музее. И вот отправиться в самые отдаленные районы Алтайского края, чтобы все это привезти в музей, чтобы потом это все отреставрировать и выставить в музей, в этом, конечно, была задача научного сотрудника. И вот Лариса Иосифовна занималась этим. Более того, когда она начинала работать, она параллельно получала профессиональное образование, потому что, когда она пришла в музей, у нее было филологическое образование, она была учителем русского языка и литературы. И по роду своего характера она была просветителем. Работая в школе, она рассказывала детям об искусстве. Потом она работала в Институте усовершенствования учителей и с таким же необыкновенным вдохновением рассказывала об искусстве учителям, внушая им, что надо детей водить в музей. И когда она пришла в музей, она совмещала и собирательскую деятельность, и исследовательскую, и просветительскую деятельность, можно сказать, вот так вот в одном лице, закладывая все будущие направления нашей музейной работы. Но мне хочется сказать о выставке, потому что если посетители попадут в музей сегодня, они увидят много знакомых работ. Работы Валентина Серова, Константина Коровина, Сергея Коровина. Работы таких вот известных русских художников, как Аргунова или Крамского, как Киселева, как Айвазовского. И даже вот никому не придет в голову, вот все знают эти работы, их любят, много видят их на выставках, в репродукциях, в альбомах. А вот благодаря кому они оказались в музее? И вот сегодня мы как бы вот вскрываем эти вот как бы тайны и говорим, что это вот работа музейного сотрудника и именно Лариса Васильевна. А как это, вот процесс какой был? Ну, понятно, что в советские годы, да, музеи комплектовались благодаря государству, я так понимаю, да? Ну, какие-то средства, может быть, выделялись или нет, или, может быть, как раз вот научные сотрудники музеев каким-то образом работали с Москвой, с центром. Может, как-то вы могли выбрать как-то эти работы? Вот как, каким образом попадали вот это, Айвазовский, Крамской, Серов? Не просто же так, это же надо было как-то доказать, что право, что мы имеем право владеть. Вот как? Ну, конечно же, произведения искусства и сегодня, и тогда, в те годы приобретались для музеев государства. Но государство же не знает, какому музею и что надо. Поэтому, чтобы что-то приобрести для какого-нибудь музея, сотрудники музея должны это предоставить на закупочную комиссию. Либо на закупочную комиссию, здесь у нас в крае, либо написать письмо с просьбой к Министерству культуры России или даже тогда еще Советского Союза, чтобы эту работу, дорогую работу, купили именно для нашего музея. А покупали у частных лиц в том числе, наверное, да? То есть на аукционах всевозможных, в комиссионных магазинах? Покупались, конечно, прежде всего у коллекционеров, у частных лиц. Но это люди сами по себе очень закрытые. Понятно. Они не могли любого человека пустить к себе, показать что-то. Поэтому, чтобы попасть в такую коллекцию, надо было обладать определенным талантом. связями, агентурными данными, чтобы тебе доверяли. И Лариса Иосифовна, у нее был большой очень авторитет среди коллег-музейщиков. И многие коллеги говорили, что вот есть очень хорошая коллекция в Москве, вот можно в нее попасть, надо вот позвонить, тому-то вас проведут, представят. И вот Лариса Иосифовна таким образом смогла договориться, и наш музей смог приобрести картину «Саврасова могила на Волге». Знаменитая картина, потрясающая, да, удивительная. Можно сказать, жемчужинная коллекция художественного музея. Да, ну вот мы же знаем, что эту картину хотел купить сам Павел Третьяков, но был в Москве другой еще коллекционер, Шмаровин, который при покупке обошел Павла Третьякова, купил эту картину. Эту картину очень любил Левитан, видел ее. И дочка Шмаровина вспоминает, что Левитан плакал возле этой работы. Он потом написал свою картину «Над вечным покоем, вспоминая могилу на Волге» Саврасова. Там цитата чувствуется такая, да. Вот. А позже, когда Шмаровин умер, вообще вот пребывание картины до того, как она попала в музей, вот в частных коллекциях, очень интересные порой даже такие детективные истории. И вот позже эта работа попала коллекционеру Патыникову. Он очень любил свою коллекцию, очень ее лелеял. И Третьяковская галерея уговаривала Патыникова продать работу Третьяковской галереи. Но он работы не продавал. На юбилейную выставку Саврасова еще в 40-е годы он картину только дал на выставку, а потом забрал, вернул к себе в коллекцию. Но потом он скончался и след картины потерялся. И вот вдруг, совершенно неожиданно, Лариса Иосифовна знакомится с коллекционером Архангельской. Попадает к ней, и она, показывая многие работы русского искусства, очень интересные, как-то потом в конце уже беседы расположилась к Ларисе Иосифовне и показала ей вот этого самого Саврасова. На примере этой одной работы вы показываете, как велась вообще в принципе работа по формированию коллекции, так понимаю. То есть большинство, наверное, картин приходилось именно с таким трудом, удивительным образом, что добывать. Да, за каждой работой это стоит огромная переписка, стоят огромные вот такие вот личные встречи, беседы. Ну и, конечно же, как бы большая радость, когда работа поступает в музей. Конечно. И мы сделали... Для зрителей очень, наверное, тоже интересно. Поэтому мы сделали в экспозиции такой раздел архивный. Мы показали переписку Ларисе Иосифовне с её коллекционерами. Рассказывайте, можно в документах проследить? Ну, часть какую-то, да? Можно увидеть, да. Вот, например, Елена Людвиговна Каравай. Наверное, знаем, что у нас в 18-м году в Барнауле было создано Алтайское художественное общество, куда входили многие известные художники. На Спартаке вот в этой церкви у них был свой тоже филиал музея современного искусства. Да, да, да. И вот когда Лариса Иосифовна, а это была её научная тема, тема её исследования, она написала потом книгу «Первые художники Алтая», так вот ей повезло, она ещё при жизни встречалась с этими художниками, они ещё многие были живы. И вот Елена Людвиговна Каравай, живя уже в это время в Москве, пишет Ларисе Иосифовне письмо, в котором она говорит, что вот эти три работы я согласна продать Алтайскому музею и хочу, чтобы они были в Барнауле. Она даже указывает цены, за которые она согласна уступить работой. Мы эти три все работы показываем в этой экспозиции. А вот четвёртую работу «Барнаул мостик в лесу» я дарю художественному музею. Я написала эту работу в Барнауле, когда мне было 16 лет. Потрясающе. Наталья Степановна, тема неисчерпаемого на самом деле. Просто удивительный человек. Я думаю, что все должны прийти на эту выставку и посмотреть, давайте скажем, где, когда она открывается и сколько в ней будет работать. Выставка работает в Государственном художественном музее по улице Горького, 16. Наталья Степановна, большое спасибо за содержательную беседу. Удачи, до встречи у вас в музее. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был куратор выставки «Жизнь во имя искусства», заместитель директора Государственного художественного музея Алтайского края Наталья Степановна Царёва. Спасибо за внимание, до встречи.